Здравствуйте, Мирослава, я Елена Мир, и я давно хотела с вами познакомиться. И сейчас я хочу вас расспросить о кулинарной магии, как вы ее используете, что применяете, расскажите об этом процессе кулинарной магии. Здравствуйте, мы с вами заочно давно уже знакомы, и в соцсетях, и на порталах, и везде-везде-везде. Ну вот судьба свела нас на мероприятие. Вообще очень многие девушки с женщиной бегают по магам, привораживают, отвораживают, прибудет, уводит, мужиков возвращают, там пытаются дрессировать, гармонизировать, и очень многие забыли свои старые корни. У нас есть великолепные возможности все эти вещи делать с помощью именно кулинарной магии, или обычной деревенской магии. Есть множество способов с солью крупненькой присолили следы мужчины, которые выходят из дома. Это чтобы он вернулся по любовницам, не ходил, борщичат с заговорчиком, сварили, и все. И он сделает все, что жена попросит. Вот я уже молчу про мясные приворотные пироги, и любой парень не участвует. То есть есть множество способов, множество старинных методов, где заговаривается на травку, или шапоток пускается, когда оно закипает, булькает, или правильно подал левой-правой рукой. То есть обычная вот эта вот деревенская наша магия, которую наши предки пользовались тысячелетиями, она как работала, так и работает. Но она не вредна вообще тем, на кого это воздействует? Вы знаете, вот это как раз безвредное. Это от природы. А вы сами так приворожили мужейство. Я знаю, у вас много их было, правильно? Да, много было. Да, был один грех. Одного. Пирожком накормила мясным приворотным. И что дальше? Я не избавилась. После третьего раза, как его посадили, вот только тогда он от меня отстал, это потому что я уехала там, где найти не мог. Вот ебулу. Вот взяла один раз грех на душу, приворожила к себе. И больше этим никогда не занималась, собственно говоря, для себя. А всего-то укусил разочек. Все. И так сработало. Это просто ваша сила сработала. Но тут не только моя сила. Вы же поймите, что когда делаются различного рода ритуалы, привлекаются какие-то народные силы. А когда используется деревенская магия, самое главное, натуральные продукты, фермерские продукты, вот эти вот напичкенные химикатами, это все не годится, оно работать не будет. То есть это то, что наш организм еще в клетке ДНК запрограммирован потреблять. Он не настораживается. Он это все в себя впитывает. И ту программу, которую мы сумели наложить, воздействие, он впитывает как полностью употребляемое к пище. Перерабатывает. И организм на этом третит. Ну, мы сами должны обязательно готовить все. Или все-таки можно купить, обработать? Нет, можно. Лучше, конечно, к специалисту за ингредиентами обратиться, специальными обработанными. Но в некоторых случаях, вот обычные какие-то бытовые ссоры избежать, мужа следы присолить, чтобы не гулял. До того, как загулял, когда уже загулял, там специалист убежает. А вот какие-то такие моменты можно решать, не доводя до глобальных проблем. Главное, руку на пульсе держать. Допустим, вот если приворожил, вот как вы, да, а потом уже не знаете, куда деться от этого человека. Есть ли отворот сразу, тоже кулинарный? Есть, ну, там не кулинарный, там есть очень, да, специальная методика. Но это уже соборная магия, то есть магия, связанная с... Цеповная магия? Нет, соборная, это связанная с ритуалами кладбищенскими. Вот, и с помощью ее, конечно, можно решить такие проблемы. Кстати, самое удачное заговоры от пьянства, это как раз все и кладбище. Вот может все никогда в жизни не сработать, там ни кодировки, там ни заговора, ничего, ничего. А вот есть такие вещи, которые... Но опять же, это наша старинная народная, исконная вот эта вот магия. Но это получается привязывание к покойнику? Нет, это переклад. Переклад на покойника. Переклад на покойника, да. А чем это потом отразится в будущем человека? Если самостоятельно делать пойдут, то, конечно, бедами. Если мастер делает, ничем не отразится. Потому что мы же сначала поклонимся хозяину и не хозяйке кладбища. Потом откупимся, закуп, откуп. Все как положено, в нужные дни, с положенными ритуалами, с тем, что надо. Потом черти отгоним на перекрестке. Там, где-то водку поставили, где-то мясо сырое бросили, где-то еще что-то, где-то копеечкой покопилили. Но это все знают только мастера, конечно. То есть это, как вам сказать, это такие знания, которые... Передаются. Да, из поколения в поколение. То есть это в каждой семье, в каждой семье мастеров, они, конечно, свои. Потому что вот даже я, да, у меня практически на каждый случай может быть свой договор и свой ритуал. Потому что вот к Иванову Петру Петровичу не подойдет то, что было для Сидорова. Да. Все. То есть, знаете, вот это как вдохновение Ова и как стихи. И оно пошло, пошло, пошло из тебя. Оп, и получилось. Ну, это считается черной магией или не просто магией? Или черной-белой нет, по-моему? Ну, вы поймите, ну, нет на самом деле черной-белой. Она едина. Потому что если ты не умеешь порчу навести, ты не знаешь механику этого действия, ты не можешь ее снять полностью. Ты ее разгладил, загладил, а последствия остались. То есть человек больше страдает, это там сверху появилось. Вот. Надо знать механику. Ну, в любом таком воздействии есть четкая механика, есть четкая структура, есть порядок действий, который надо знать. А вы обучаете или только передаете по наследству? Не обучаете? Нет, я не обучаю. Это секреты, да? Вы знаете, есть вещи, которые я могу давать, да? Вот тоже какую-то кулинарную магию. Тоже какую-то бытовую вот магию, приметы, воздействия. То, что обычный человек может исполнить без вреда себе. Даже если где-то ошибется, ну, что-то недополучится, мы вреда не будем. А серьезные вещи, нет, это передается только в роду, и то только тому, кто это способен принять. А мама ваша тоже владеет этим? Да, мама, но она больше у меня целитель. А вот, так что она не всегда все именно передается, часто вот кусочками, частями. Я просто суржик. У меня и по материнской, и по отцовской линии такие способности были, и разные. А во мне вот такая вот мешанина всего произошла, и вот такая я неправильная. Ну, здорово. А я кодирую, кстати, от алкоголизма, и достаточно удачно. Не применяла никогда. Ну, а я вот, видите, я не кодирую, и как бы это не мое. Но когда бывают такие случаи, ну, наверное, сами знаете, бывают иногда такие случаи, что вот, ну, вот, ничего не берет. Вот тогда приходят вот именно... И каждый, кто приходит, именно приходит к своему специалисту. Естественно. По этим вибрациям, что ему нужно. Вы знаете, я вот даже начинающим нашим специалистам всегда говорю, что у нас нет конкуренции. Ее просто быть не может. Нас выбирают на уровне химии. То есть вот все, вот, вот, влюбился и пошел к нему. Да, почувствовал, пошел. Если к тебе приходят, начинают у тебя проверять диплом, это тот, как говорится, клиент, который никому не пойдет. Да, и не только диплом, а там вообще проверять. Да, неважно. На самом деле все происходит на уровне энергетики. Это как химия, вот как первая влюбленная. Интуиция, да. Да, вот сразу щелкнуло все, и мы все равно какой-то. Все. Просто вот по судьбе вот сейчас вот дано вот с ним только и никак. Поэтому нет смысла устраивать какие-то астральные войны, как многие пишут везде. Да. А вот все равно, да. Мир со всеми. Ну, каждому свое. Каждому свое. Каждому свой путь, да. Хочу сказать, самая главная вещь. Как много нас молодых ведьм, магов, актерсенцев, и как мало нас возрастных мастеров. Возрастные уходят в мир иной. Нет. А что? Возрастные уходят? А выживают именно те мастера, кто и есть. Поэтому 150 раз подумайте, стоит ли вам идти там народ принимать, или лучше там, если вы уже обучились, используйте для себя. Для своих близких. Для своих близких. Очень правильно. Какие-то какие-то свои, идите в свою профессию, в творчество, там, развивайтесь, используйте эти знания как раз на благо своего развития. А уже такие, как мы, которые это несем, как крест. Ну, я говорю, а дар, да не дар, это крест. Тащишь его, тащишь, тащишь его, тащишь. С этого соскочить невозможно. Ну, нас ведут, можно сказать. Вот. Мы не можем не делать то-то или то-то. Да. Поэтому, вот мы и тащим на себе все это. Ну, я считаю, мы и радость тащим, потому что нас благодарят. Нет, это естественно, но все-таки надо думать не о том, что вот, сейчас я прошел курсы, там, это, сейчас я замагичу. Ну, я просто столкнулась, особенно в интернете. Нет, курсы это очень мало. Я там, да. Крутой-крутой, да. Крутой-крутой, а потом смотришь, и не крутой, а как вот. Это труд, это труд, потому что надо не только на телевидении засветиться, не только засветить, но и дать результат. Да. Если ты результат не даешь каждый день, если у тебя нет сарафанного рада, радио, грош, тебе цена. Основной это результат, это даже не телевидение. Да, потому что через год снимешься, там, через год забудешь, а если ты результата не даваешь, то и все, карьера закончена. Да, все в результате. Все результат, результат. Ну, благодарю, очень рада с вами знакомиться и пообщаться. До будущих встреч, надеюсь. Обязательно. Всего доброго, Мирослава. Субтитры создавал DimaTorzok